Новый порядок технического осмотра транспортных средств должен был вступить в силу 1 марта этого года. Но по решению председателя правительства России Михаила Мишустина его перенесли на осень. Принципиально это ничего не меняет. Правила уже утверждены. Мои коллеги разбирались в новом порядке осмотра. По новой системе карты техосмотра будут оформлять только в электронном виде, а машины при въезде и выезде будут фотографировать. Эти фотографии, как и сами карты, будут храниться в единой автоматизированной информационной системе МВД. Оформить диагностическую карту дистанционно больше не получится. Придется ехать в специализированный пункт, аккредитованный Российским Союзом автостраховщиков, и ждать в очереди. Сегодня в республике у нас насчитывается 29 операторов технического осмотра, 35 пунктов всего. По проведению автобусов у нас подготовлено 22 пункта. Под это личный состав в госавтоинспекции 41 сотрудников, которые имеют допуск по программе. Сегодня у нас личный состав готов для проведения технического осмотра. В республике за прошлый год у нас совершено более 61 ДТП с участием технического неисправного транспорта, при котором 13 человек погибло. Конечно, это не связано с прохождением технического осмотра, но, вы все знаете, используя транспорт, мы сегодня видим те технические неисправности, которые сопутствовали даром транспорта происшествий. Важное изменение в техосмотре транспорта для пассажирских перевозок. Правительство вновь передало контроль за состоянием автобусов, разной вместимости и маршруток ГИБДД, как это и было до 2012 года. Нам определена определенная задача при проверке технического состояния транспортных средств. В основном это и по пассажирским перевозкам. Возрастет нагрузки на всех станциях пункта технического осмотра. На пункты технического осмотра возложена очень большая ответственность. И тем более административная ответственность. В самом процессе проверки практически ничего не меняется. Специалисты оценят внешнее состояние автомобиля, проверят все фары и огни, давление в шинах, состояние подвески, тормозов, двигателя и далее по протоколу. По прогнозам экспертов, при новой системе техосмотра должна уменьшиться аварийность на дорогах. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика.